Вести ФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Евгений Янович, Московское время... 15 часов 7 минут. И вот это самое время начать говорить... По нашей следующей теме. По нашей следующей теме я обещал, когда было обращение радиослушателей с упоминанием каких-то непонятных процессов, творящихся в музее Рериха, рассказать о том, что там происходит, проведя некоторое расследование. Расследование проведено. Вчера у нас не было времени просто это рассказать. Но давайте поговорим серьезно. Я не буду пересказывать, кто такой Рерих. Ну, правда. Желающие, наверное, могут просмотреть и найти картины, и понять вообще, какую роль играл Рерих в русской культуре, какую он роль играл в мировой культуре, какую он роль играл и играет в российско-индийских отношениях. А жизнь у него кончилась в Гималаях. И картины, которые он писал фантасмагоричны по красоте. И на самом деле они абсолютно фантастические. Такого не бывает. Не бывает такого неба, не бывает таких цветов, не бывает таких гор. И вообще это все чистая фантазия человека с безумной фантазией. Думали мы с друзьями в детстве и юности, когда на эти картины смотрели. А потом оказалось. А потом много из моих друзей пошли путешествовать. И они попали в Гималайи, в Ладах, в Кашмир. И они возвращались потрясенно и говорили, ну, этот человек просто вот он действительно написал то, что было. Это оказывается на самом деле так. Рерих – это фигура абсолютно мирового уровня. И если вы хотите говорить современным болтологическим языком, один из тех брендов России, всемирно известных, которые делают славу нашей стране. Что происходит с его наследием в России сегодня? Международный центр Рериха в 89-м году был основан в московской усадьбе Лопухиных зданий, тогда совершенно разрушенных, под конец советской власти. Когда перестройка, горби, хинди-руси, пхай-пхай, основал его младший сын Николая Константиновича Рериха, Святослав Рерих. Его деятельность получила очень широкую известность и признание в России, за рубежом. А существует он на средства общественности. И ремонт был на пожертвование этой самой усадьбы Лопухиных. И центр Рериха на протяжении последних, ну вот почти 20, наверное, более 25 лет, почти 30 лет уже скоро, являлся такой великой рекламой на самом деле новой России. Потому что чего уж тут. Примаков входил в Попечистский совет центра Рериха, международные престижнейшие награды он получал. Дело в том, что для создания музея сын Рериха, Святослав Рерих, передал безвозмездно. Как вообще очень многие русские аристократы, настоящие аристократы, с дворянскими корнями и без аристократия духа, интеллектуальная элита настоящая, и интеллектуальная настоящая, и элита настоящая, передал наследие родителей. Абсолютно бесценно. Это сотни картин, это библиотека, это архив, уникальный, не имеющий никаких аналогов, это ценнейшие раритеты. Обязательное условие передачи наследия руководству страны было. Музей должен быть общественным, находиться в ведении общественной организации, основанной Святославом Николаевичем Рерихом. И располагаться он должен в московской усадьбе Лопухиных, которую он выбрал из целого ряда предложенных ему правительством зданий. И эти условия были закреплены в постановлениях правительства, исполкома Моссовета. В 90-м году, опять при советской власти, под конец ее, Святослав Николаевич передал Советскому фонду Рерихов, а после распада СССР Международному центру Рерихов, почетным президентом, который был до конца жизни, вот это все наследие. Смотрите, в зданиях усадьбы Лопухиных музей располагался более 20 лет. Строения были у Международного центра Рерихов на правах до ловосрочной аренды. С 2014 года в безвозмездном пользовании, то есть всего менее двух лет назад, без единой копейки бюджетных средств за счет пожертвований была осуществлена реконструкция полуразрушенной усадьбы. Ну, чтобы было понятен уровень, за уровень реконструкции усадьбы Лопухиных центр Рериха получил национальную премию культурное наследие в 2007 году, премию Европейского союза Европа-Ностров в 2010-м. Вряд ли Евросоюз награждал бы кого-нибудь в России, за здорово живешь, тем более отношение к нашей стране еще не до конца начало портиться, но уже было под вопрос. Как раз уже прошла грузинская война, так что у нас уже были свои разговоры с Европой. Гендиректором музея была Людмила Шапшникова. Доверенное лицо Святослава Рериха, исполнитель завещания, замечательный индолог, работавшая под руководством того же Примакова. У нее много изумительных книг по Индии, я их очень рекомендую, по тем же австралоидам Вайнада и массе других тем. Вот, к сожалению, она ушла в мир иной в 2015 году. Но до этого за деятельность в Центре Рериха, она была награждена президентом России орденами дружбы, за заслуги перед Отечеством, причем с формулировкой за развитие музееведения и сохранение культурного наследия России. В 2016 году. На дворе какой год? В 2016 как раз, да, я даже проверил. Международный Центр Рериха был выдвинут на Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность по сохранению культурного наследия в свете идей. Пакта Рериха. А Рерих был мирового уровня общественным деятелем. Ну, если уж вспоминать Махатму Ганди, то с российской точки зрения, вот это наиболее, пожалуй, близкая параллель. Все нормально. Все нормально. Нормально пока, да. С Минкультом всегда было все нормально. Всегда было все нормально. В 2014 году, учитывая заслуги Центра восстановления усадьбы, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписывает распоряжение правительства московского о передаче в безвозмездное пользование Международной общественной организации Международный Центр Рерихов на 10 лет усадьбы. Кончается это в каком году? В 2024 на дворе. Какой? 16-й, Евгений Анатольевич. А дальше есть проблемы. А дело в том, что у Минкульта проблемы у нынешнего Минкульта с чем? Понимаете, с точки зрения материального наследия стоимость одной картины Рериха до 5 миллионов долларов. Одной. Это очень много. А картин очень много. Но это не простой художник, Евгений Анатольевич. Поэтому через год министр культуры, сейчас им работает пока Мединский, тот самый заместитель которого, как мы помним, ФСБ за дела по реставрации недавно приняло в тесные теплые объятия. Обращается с письмом к мэру Собянину с просьбой передать усадьбу Лопухиных в собственность Российской Федерации. Правда, интересно? Дальше. В один день Росимущество передает здание усадьбы Лопухиных в оперативное управление Государственному музею Востока с обременением, то есть с нахождением в зданиях Общественного музея Рериха, Международного центра Рерихов. Что прямо нарушает все, о чем говорил Святослав Рерих. Он считал, что основный музей не должен подчиняться ни Минкульту, ни Государственному музею Востока. При всей моей симпатии к музею Востока. Рерих писал, «Подчинение центра Министерства культуры, а тем более Музею искусства народа Востока, повело бы к неоправданному, на мой взгляд, заведомому сужению задачи возможностей центра». В 89-м году еще писал. Чего изменилось, кроме того, что союз развалился? Через суд доказать право государства на наследие Рериха вне возможно. Ну, Минкульт этого сделать не может. Соответственно, дальше у нас идет действие, которое вежливые ученые называют рейдерским захватом. Вообще-то говоря, когда шла революция, то да, у царской семьи, у дворянских семей конфисковывали их имущество. И то, чем занималась советская власть, было рейдерскими захватами. Сегодня мы говорим... Ну, у нас же министр культуры, он большой монархист, он любит выставки про Романовых делать, очень сомнительные с исторической точки зрения. Ну, так и он не историк на самом деле. Но прям вот он за возрождение всего, чего там было, наследие Романовы Николая II Рюриковича. А зачем повторять большевиков тогда? Нехорошо. Смотрите, помните, мы говорили о замах культуры, в том числе о тех, на которых дела. В конце есть еще один зам министр культуры, господин Аристархов, Владимир Аристархов, по инициативе которого проводятся проверки Международного центра Рерихова и его музея. За вторую половину 2015 года проведено 5 проверок прокуратурой. Правда, интересно? Прямо как какую-то фирму, которая на ракотиками торгует. По угрозе было за наследие Рерихов за границу, откуда оно и прибыло. По письмам анонимных личностей, где сотрудников музея сравнивают с боевиками Майдана на Украине, которые могут сжечь Кремль бутылками с зажигательной смесью. И три раза, внимание, по незаконному владению наследием Рерихов. Незаконное владение, да? Ну да, конечно, сын же Рериха. Он как мог владеть наследием Рерихов? Почему оно еще не в Минкульте? Ну, в результате надо отдать должное прокуратуре. Хищение, утрат, попыток незаконного вывоза, картин для продажи не обнаружено. Прокуратура не собирается себя подставлять. 16 февраля сего года, 16-го, на заседание коллегии Минкульта министр ставит вопрос о создании в усадьбе Лопухиных Государственного музея семьи Рерихов на правах филиала Госмузея Востока. Выделяется 37 миллионов рублей без малого. Ну, немаленькие деньги нет. Помните, мы говорили, что плохо для науки, культуры, археологии? И маленькие деньги, и большие деньги. А вопрос, зачем? Там есть разбудающий музей Рериха. А куда деньги-то пойдут? Или пошли? Если они уже освоили прокуратуру. Не надо об этом спросить. Я, кстати, очень хотел бы задать этот вопрос и Следственному комитету, и прокуратуре Российской Федерации. Потому что, может, и ФСБ, и тем ребятам, которые проверяют Минкульт, может, у них возникнет еще вопрос какой-нибудь, либо к министру, либо к его заму. Исполнитель создания Госмузея на том месте, где музей уже действует. Такой фейковый будет музей. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов. И его подчиненный Дмитрий Мазо. Руководитель Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта. Он одновременно курировал деятельность агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В настоящий момент, к сожалению, Б.Д.Мазо находится под арестом с формулировкой за соучастие в хищении государственных бюджетных средств. Правда, интересная история? Любопытно. Культурная прикультура. Там культура прям прет из каждой щели. Май 16-го года. На дворе начало июня. Государственный музей Востока присылает извещение о выселении Международного центра Рериха из всех строений усадьбы Лопухиных. И подает иск в суд по освобождению одного из этих строений. Первое судебное заседание, че я, собственно говоря, об этом сегодня, 14-го 07-го, говорю, 12-го 07-го сего года. И кто-то скажет, что мы реагируем неоперативно. Ребята, извините. Соответственно, в 16-м году по письмам господина Ареста Ирихова проведено 9 проверок Международного центра Рериха. Налоговая инспекция, Трудовая инспекция, Москомзем, Следственный комитет, Ростехнадзор, Минюст. В том числе проверили на предмет наличия экстремистской деятельности и признаков иностранного агента. Причем не признали ни иностранным агентам, ни экстремистам. Но сами эти факты говорят, что, видимо, в Министерстве культуры где-то отсутствует понимание того, как эти действия расцениваются с точки зрения, вообще-то говоря, и имиджа Российской Федерации, и российской культуры, и того возвращения культурного наследия, который как раз Святослав Рерих сделал. И вот результат. И, видимо, они не понимают, наверное, что они послали сигнал. Черная метка. Сюда нельзя возвращать культурное наследие, потому что придут нео-большевики. Помните ведь картины, которые конфисковали у дворянства, у царской семьи, потом почему-то были проданы. Вашингтонскую галерею создали на Бали. Золото надо было. Торговали национальным наследием в конце 20-х, в 30-х годах. Тогда надо было оружие, покупать станки, инженеры. Много чего надо было. Только торговать национальным наследием нельзя ни в какие годы. Рейдировать его нельзя ни в какие годы. Рэкетировать его нельзя ни в какие годы. Но альтернатива была раскулачивать и крестьянство давить. Нет, альтернатива в данном случае очень проста. Когда у вас министерство, которое представляет государство, В лице замов министра действуют как бандит с большой дороги, либо как большевики в худшие периоды установления советской власти. И все это происходит в 21 веке. То это как-то очень плохо корреспондирует со всем тем, что мы наблюдаем со словами о торжестве закона и с много чем другим. Последние два года Минкульт максимально негативную информацию распространяет в Международном центре Рерихов практически по всем аспектам деятельности центра Рерихов. Обвинения разные. Противостояние власти, претензии на госимущество. Ну, вообще задаем вопрос. Надо сказать, что Госмузей Востока не имеет отношения к усадьбе и к Рериху. Все-таки его специализация изначально китайское, индийское, монгольское искусство Центральной Азии. Рерих все-таки русский художник. Да, он, конечно, связан с Индией, но это немножко натянуто и притянуто за уши. В Музее Востока есть большая коллекция картин Рерихов. 288 картин. Их оставил в 1978 году все тот же Святослав Рерих на временное хранение Минкульту. По официальным данным экс-министра культуры Александра Авдеева обнаружены пропажи минимум шести картин. Сажать тут надо, а не передавать в Международный центр Рерихов. Почему Святослав Рерихов был всегда категорически против передачи наследия Минкульту и Музею народа в Восток? Никто не задумывался. Данные эти официально Минкультам отрицаются. Но предыдущий министр культуры вполне официально об этом говорил. Попытки провести расследование и сравнить наличие картин со списками владельца Святослава Рериха игнорировано, не проведено. Сверка идет только с документами, предоставляемыми сотрудниками музея. То есть реальные картины со списком владельца не сверяются упорно. Вопрос почему? Сейчас в интернете идет сбор подписей по сохранению Международного центра Рериха. Собрано более двухсот тысяч, в том числе очень многих известных деятелей культуры, науки, государственных деятелей. Реакции на это понятно нет. Ну, есть открытые письма к президенту, сотни писем в Академию, в Госдуму, в Совфет, в прокуратуру, в Следственный комитет. А отписки приходят с ответами из Минкульта. Значит, это называется замкнутый круг. А с моей точки зрения, это называется тяжелый позор, чреватый катастрофическим для репутации Российской Федерации скандалом. О чем, к сожалению, для себя я бы был очень рад, если бы этой ситуации не было. Я вообще-то, говорю, не могу не сказать, при всем том, что министр культуры человек, видимо, вечный. Он как, вот есть такой персонаж, вечный жид, такой путешествующий, ага-сфер, вот проклятый Христом за то, что отказал ему в отдыхе на пути Голгоф, и он хочет вечно по планете. У меня такое подозрение, что министр Мединский вечен, как и министр нашего образования и науки, как и целый ряд других людей, которые называются министрами, а вот тут какие-то большие вопросы. Ребята, если у вас есть в министерстве как бы культуры, при всех тех вопросах к вашим замам, господин министр, какие-то попытки сказать, что это неправда, вы можете это сделать. Я бы, конечно, этого на вашем месте не делал, потому что если вашими замами занялись на уровне ФСБ, то, наверное, не случайно, правда? Думаете, закончится это когда-нибудь безобразие? Я думаю, да, всегда когда-нибудь что-нибудь заканчивается. Я считаю, что бизнес – это нехорошо, когда на культуре. Я считаю, что нехорошо, когда идут бюрократические спекуляции. Ну, я так считаю, я вот глупый человек. Если бы я был умным, наверное, сидел бы каким-нибудь министром и тихо пилил бюджеты. Но поскольку я старый дурак, то я считаю, что это то, именно то, что называется у итальянской мафии в Нью-Йорке во времена крестных отцов – инфамита. То есть позор. Вещь, которую делать нельзя. Ну, просто нельзя. И в этом плане мне как-то… Нас задают из Ростовской области, можно говорить о мелькульте, как об ОПГ. Нет, конечно, ОПГ действует умно. ОПГ не подкопаешься, если это ОПГ. Нет, какие-то, видимо, мы говорим о каких-то людях, которые так же жадны, как и глупы. Может, они думают, как бы лучше сделать, а вы их сразу так вот обвиняете? Несомненно. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Безусловно, все эти люди, которые что-то такое делают, они хотят как лучше. Получается только как всегда. Работает – не трогай. Создано не тобой – не трогай. Действует, не принося тебе дохода, а не надо тебе доход принести. Славу тебе не приносит. Какая слава может быть у тебя? Хватит скандала с кижами. Схватит скандала с попыткой перераспределить, что к Мединскому, кстати, не имеет отношения, но, тем не менее, имело к другим людям, перераспределить музейные фонды того же Эрмитажа. Помните историю с попыткой импрессионистов в Москву подграбить? Хватит скандалов, на самом деле, с отъемом зданий и с распилом земель старинных усадеб, с вырубанием парков Кускова и с изнасилованием Архангельского. Слушайте, сколько можно? Ребята, это не имеет отношения к кризису, это не имеет отношения к секвестированию бюджета, это имеет полное отношение к тому, что одни покемоны, давайте их назовем вежливо, покемоны, пытаются нахрячить себе чего-нибудь сверх положенной им покемонской зарплаты таким странным и идиотическим способом, что их все время ловят. Ребята, вы могли это делать как-нибудь умнее? Потому что тут очень много разного по поводу того, кто с вами работает, в том числе и тех, кого вы используете, в целом ряде музеев. Там такое досье на самом деле, если уж этим заняться и рассказывать, что хватит на две недели передачи «Эхо Москвы». Ну просто мы не «Эхо Москвы», но я этим не занимаюсь. Ну не до такой же степени нагло. Евгений Анатольевич, сделаем небольшую паузу. 5-5-3-3-3-вести для ваших сообщений. Через 15 минут будем уже отвечать. Продолжение следует...